Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем рассказывать о сильных женщинах, которые столкнулись с потерей, но, несмотря на это, продолжили свой профессиональный и творческий путь, вдохновляя других людей. Сегодня мы в гостях у Анны Минеевой, руководителя и основателя хореографической школы «Славянка». Два года назад она потеряла мужа, но продолжает развивать и вдохновлять творческих детей. Здравствуйте, Анна! Давайте с самого начала поговорим о вас. Расскажите, как прошло ваше детство, где вы родились, выросли, какую профессию получили, почему решили связать свою жизнь с хореографией? Здравствуйте, Валентина! Родилась я в городе Ульяновск. С самого детства занималась танцами. Привели, конечно, меня родители. Через «Не хочу» водили первое время, потом втянулась и посвятила себя этой профессии. Поступила в Ульяновскую учащую культуру. Сейчас это колледж культуры. В дальнейшем поступила в Самарскую академию культуры и искусства на заочное отделение. Ну а дальше поступила уже в педагогический университет. И таким образом продолжая свою профессию. Аня, расскажите, пожалуйста, про семью ваших родителей. Как вас воспитывали, сколько было детей, какие принципы прививали вам в детстве? Мама с папой нас воспитывали очень строго. Мы в семье вдвоем с братом. Старший брат у меня и я. И чуть позже родители взяли еще пятерых приемных детей детского дома. На тот момент Коле младшим было 4 года, Наташа старше 13 лет. Воспитали они ребят. Сейчас, конечно, все выросли, обзавелись своими семьями. Уже даже детки есть. У нас большая дружная семья. Все общаемся? Общаемся, да. Папа у меня священник, мама матушка. Все собираемся в храме на службы, на различные праздники. Ну, каждая девочка там самого маленького возраста мечтает выйти замуж. Были у вас мысли о том, чтобы выйти замуж за сильного, красивого мужчину, спортсмена или, может быть, военного? Расскажите, как произошла вот та самая встреча, главная, с вашим будущим супругом? Как вы познакомились? Где нашли его? Моя профессия меня как раз-таки познакомила с супругом. Студенткой училища культуры я пришла в архангельскую школу, чтобы ставить постановку, выпускной вальс на 11 класс. Так наша встреча состоялась. Любовь с первого взгляда. Он зашел в хореографический класс, и мы друг друга встретим глазами. По-моему, все стало с этой минутой, секунды понятно. Вот. И спустя два с половиной года мы с Петей поженились. Анна, каким мужем был Петр? Вспомните приятные моменты из совместной жизни. Что запомнилось? Как он вас поддерживал, как помогал вам? Петр был любящим, заботливым супругом. Меня поддерживал. Поддерживал в профессии, поддерживал в жизни. Не только добрым словом, но и делом. Когда какие-то были гастроли, может быть, помогал? Обязательно. Он участвовал и в нашей творческой жизни. Он помогал мне с реквизитами, перевозил. Где-то помогал с детьми, воспитанниками. Вот. Ну и, конечно же, дома. Я знала, что я за ним, как за каменной стеной, что я приду домой. И он моя была самая важная поддержка. Угу. Знаю, что у вас родилось в браке двое замечательных детей. Полина и Саша. Сейчас Саше 10 лет, недавно исполнилось. Расскажите, чем вас радуют ваши дети? Чем они занимаются в их успехах? Полине 13 лет, Саше 10 лет. Полина идет, наверное, по моим стопам. Она занимается хореографией. Втянулась тоже в данный вид искусства. И все время с мамой на работе проводит на занятиях. Саша у нас мальчик талантливый, не менее. Занимается борьбой. Папа его привел на борьбу. Так мы продолжаем заниматься. Это обязательно. Ну и он сам, по собственному желанию, записал сам себя на брейк-данс. Сын Петра и Анны Минеевых растет копией отца. Не только внешне, но и по характеру. Уже в 10 лет добрый самостоятельный мальчик сам выбирает занятия. Настойчиво и дисциплинированно ходит на уроки английского. Занимается борьбой и осваивает сложные трюки из брейк-данса. Любимое занятие по вечерам – листать семейный альбом, где рядом с детьми всегда был папа. Когда родилась Полина, это были полные черты. Копия, да? Да. А по характеру? По характеру Полина – кремень. Она больше похожа на, наверное, Петра. Ну, а Саша по своей доброте похож на него по характеру. Полина мечтает стать хореографом и продолжить дело своей мамы. Уже сегодня девочка проводит каждую свободную минуту в балетном классе, отрабатывает сложные элементы, работает над эмоциями и делает первые шаги в постановке танцев. Анна, давайте поговорим про СВО. Как вы узнали о том, что ваш супруг туда отправился? И вообще, как вы относились к тому, что он занимался военным делом? Без него еще и была и гражданская специальность. Если Петр что-либо решил, то это кремень. Он мнение не изменит. Три года назад он подписал контракт и 24 февраля отправился на СВО. До окончания контракта оставалось две недели. Ну вот, спустя пару дней после начала военно-специальной операции, я узнала, что он погиб. Был последний разговор. Он сказал, что уходит в поля, что не будет связи. Конечно же, он не говорил, что это и куда он летит, и зачем он летит. Написал детям голосовые сообщения о том, что очень любит. И сказал, что дождитесь, когда я буду на связи. Это были последние сообщения? Да. Петр посмертно награжден орденом мужества. Он погиб под Гастомилем. Может быть, служивцы, коллеги рассказывали о его подвиге. Как это было? Знаете, что-нибудь о том, кого он спас? Об этом очень много было написано. С его другом по службе, с Владом Хасановым мы общаемся. Он нас очень сильно поддерживает. Приезжает, конечно, обязательно с подарками. Но об этом, наверное, больно сейчас говорить. Он не бросил товарищей. Он знал, что без него там никак. 26 февраля 2022 года, исполняя долг перед Родиной, во время бомбардировки под Гастомилем Петр Минеев героически погиб. Подвиг оставил светлую память о нем. Гордость за храбрость – пример настоящего братского сердца. Петр Константинович Минеев посмертно награжден орденом мужества. Тяжело, конечно, об этом говорить, обо всем. Прошло два года, даже чуть больше. Вы продолжаете заниматься своим любимым делом. Давайте об этом, в позитиве, о солнце. Потому что я вижу, когда вы говорите про работу, у вас светятся глаза. Я вас узнала как хореографа талантливого. И вижу, что ваше любимое дело вам помогает. Расскажите о вашем детищу, ансамбле «Славянка». Сколько лет существует, сколько воспитанников. Ансамбль «Танта «Славянка» зародился также в Архангельской школе. На тот момент было всего лишь 12 воспитанников. Спустя 12 лет я принимаю решение уходить с Архангельской школы и открывать в Новом городе детскую хореографическую школу. Спустя определенное количество времени, то есть два года, я уже открываю четыре хореографических зала в одном пространстве, так сказать. И на данный момент, к 2023 году, у нас насчитывается 230 воспитанников. У меня замечательная команда педагогов, которые, конечно же, поддерживают во всем, во всех жизненных трудных ситуациях. Мы одна большая семья. Ансамбль «Танца «Славянка» работает на результат. В народном коллективе обучаются дети в возрасте от 3 до 15 лет. Талантливые участницы ансамбля занимают призовые места, становятся победителями на конкурсах всероссийского уровня. Анна Минеева вкладывает в своих учениц любовь, которой очень много в большом материнском сердце. Выпускники школы поступают в учебные заведения хореографического направления. Своими успехами прославляют школу и учителей. Анна, я посмотрела, увидела, что вы недавно участвовали в конкурсе красоты. Мисс Российская красавица Ульяновской области успешно завоевали два титула. Для чего успешным женщинам участвовать в конкурсе красоты? Что вам это дало? Ну, во-первых, это шаги наверх. Мы развиваемся благодаря всем конкурсам. Ну и, конечно же, новые встречи, новое общение, знакомство. Очень много интересного. Анна, я знаю, что вы сами являетесь организатором конкурсов по хореографии. Расскажите об этой своей работе, когда этим занялись, какие успехи? Восемь лет назад в нашем городе практически ничего не проводилось для хореографических коллективов. Ну и я решила сделать свой. Таким образом родился. Сначала это был областной конкурс. Затем мы уже стали всероссийским. Раньше начинали в чердаклах проводить его. Сейчас мы проводим в городе Ульяновск, во дворце культуры патриота. Как называется конкурс? Все краски танца. Всероссийский хореографический конкурс «Все краски танца». Я знаю, что недавно получили еще и свою профессиональную премию. Браво маэстро, как руководитель хореографического коллектива, творческого коллектива. Что для вас это награда? Что сделали для того, чтобы ее получить? Меня выдвинули методисты дворца губернаторский на эту премию. Подготовила документы о своей проделанной работе и подала заявку. Ожидали победы? Я очень скромно к этому всему отношусь. Но вот так и случилось, что выиграла. Сложно было? Были конкуренты? Были конкуренты, да, безусловно. Но вот по заседанию членов жюри выбрали мою кандидатуру. Сейчас очень много говорится о помощи государства членам семей, участников СВО и их детям. Как вам помогает государство? Реально ли это? И какие меры поддержки есть сейчас? Вы на себе это ощущаете? Да, безусловно. Так как Петр погиб один из первых. И, конечно, внимания было нам очень довольно-таки много предоставлено. Поддерживают нас и материально. Детям выплачивают пенсии. В начале лета ребят отправили в лагерь Артек в Крым. Руководство 31 бригады, безусловно, нас поддерживают. Всегда спрашивают, какая нужна помощь. Поздравляют детей с праздниками. Но и нас, как мам, кто столкнулся с этой трагедией, объединили. Не забывают нас. Всегда спрашивают. У нас есть большой чат, в котором мы общаемся и поддерживаем друг друга. Анна, я знаю, что ваш супруг погибший занимался благотворительностью. Уже после его гибели был создан благотворительный фонд его памяти. Как проходит его работа? Участвуете ли вы в этом? И на что направлена работа фонда? Работа фонда направлена на помощь детям. Фондом занимается семья Минеевых, мама Володя и его супруга Катя. Петр был очень добрым человеком. И если к нему обращались за помощью, конечно, он помогал. Сейчас стараются увековечить память погибших героев. Я знаю, что проводился турнир спортивный по ММА памяти вашего супруга. Как еще, возможно, увековечили его память? И насколько это для вас важно? Конечно же, память увековечили в Архангельской школе, где он учился. Также Чердоклинский район, в честь него назвали спортивную школу. Конечно, очень много внимания. Приятно, благодарю за это. Но и это очень важно для близких, потому что он с нами, как будто бы рядом, живой. Вы такая сильная, красивая женщина, при этом женственная, яркая, интересная. Где вы черпаете силу? Как справляетесь с психологической нагрузкой каждый день? Силу черпаю в своих детях. Я знаю, что ради них нужно жить, трудиться. Ну и, конечно, в моих воспитанниках. Когда ты приходишь, видишь эти улыбки, они подходят к тебе, обнимают. И как раз-таки дают тебе эту жизненную силу и энергию. Ну, такой взаимообмен. Анна, я знаю вас давно. И даже когда вы были в браке, вы занимались развитием своей профессии, своего дела жизни. Хотя, казалось бы, можно было просто быть замужем. Как вы считаете, женщинам, которые в браке, стоит ли развивать свое дело? Или можно не работать? Я считаю, что нужно. Потому что это отдушина. Потому что это та искорка, которая зажигает женщину. Но это дело должно быть любимым или можно на любой работе работать? Ну, в моем случае это дело любимое. И супруг, и, конечно же, родители, близкие это видели. Потому что на отчетных концертах мы выкупали два ряда для родных. Ну, и в конце традиционно хочу у вас попросить поделиться своим личным рецептом для тех женщин, которые столкнулись с бедой, с горем, с потерей. Как найти в себе силы, чтобы пережить, преодолеть, развиваться и идти дальше? Я считаю, что нужно находить радость в каждом дне. Радоваться мелочам, радоваться солнцу. Радоваться, что мы живем под мирным небом. Ну, и, конечно же, радоваться успехам близких, родных, тебе людей. Любимые дети радуют Анну Минееву каждый день. Глаза ее талантливых учениц светятся любовью к делу, которому их учит талантливый педагог. Ради этого стоит жить дальше. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин